Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам несколько способов имитации мха на пряники и сделаем вот такие чудесные пряники к Пасхе. Ставьте лайки, подписывайтесь! Приятного просмотра! Для первого способа нужна крошка зеленого цвета. Для этого нужно кусочек пряничного теста окрасить в зеленый цвет. В тесто добавляю краситель, перемешиваю до однородности цвета, формирую лепешку и запекаю в духовке, как пряники. После нужно испеченный зеленый кусок теста поломать на кусочки и измельчить в крошку. Я делаю это в измельчителе, но вы можете сделать любым удобным для вас способом. Цвет крошки зависит от цвета теста. Я в тесто добавляю какао и оно у меня темное. Если у вас пряничное тесто светлое, то цвет крошки будет намного ярче. Вместо теста можно окрасить крошку от печенья, например, юбилейное или топленое молоко, и высушить крошку в духовке при низкой температуре. Далее я часть пряника, где будет расположен зайчик, окрасила глазурью при помощи кисти и дала ей высохнуть, после чего перенесла изображение на пряник. Делаю зеленым айсингом контур у пряника и заливаю вокруг рисунка. И сразу же на свежую глазурь посыпаю крошку, слегка придавливая, чтобы крошка хорошо приклеилась к глазури. Потом лишнюю крошку нужно стряхнуть и отправить пряник сушиться. Вот сейчас мне нравится, как выглядит мох на прянике, очень натурально. После того, как пряник полностью высох, стряхиваю кисти всю лишнюю крошку, и я осталась недовольна результатом, ожидала большего. Возможно, нужно было не стряхивать всю крошку, но тогда она может посыпаться при упаковке в коробке с другими пряниками. Для следующего способа нужно окрасить сахар. Для этого в сахар добавляю краситель и ложкой тщательно перемешиваю до полного окрашивания сахара в нужный цвет. После окрашивания сахар должен полностью высохнуть. Для этого я его оставляю на столе в этой же емкости, например, у батареи, и периодически помешиваю. Также можно распределить его тонким слоем на пергаменте или большой тарелке, так он высохнет быстрее. Точно так же можно окрасить крошку печенья, как я ранее говорила. Храню такой сахар в сип-пакетах. Пряник я заранее покрыла глазурью и перенесла картинку. Обвожу рисунок по контуру и заливаю. Глазурь в консистенции 15 секунд. И как в предыдущем способе, нужно посыпать на свежую глазурь сахаром, слегка придавливая, чтобы сахар хорошо приклеился. Лишний сахар стряхиваю и отправляю сушиться. После того, как пряник полностью высох, стряхиваю кистью весь лишний сахар, и вот что вышло. Результат меня порадовал, он был предсказуем. Сахар я использовала уже много раз и всегда получается как нужно. Для последнего способа я пряник полностью покрыла глазурью и посыпала его смесью сахара и крошки. Смешивала я в произвольных пропорциях, к сожалению, не запомнила в каких именно. Далее стряхнула лишнее и посмотрите, как выглядит сейчас мох на прянике. Тоже достаточно натурально. После того, как пряник полностью высох, стряхиваю кистью все лишнее. И вот что получается. Как и в первом случае, вариант до был намного лучше. Вот такие три пряника с мхом получились. В таком исполнении мне больше нравится сахар. Напишите в комментариях, какой способ вы используете и какой из пряника вам больше понравился. Приклеиваю к пряникам бантики и чтобы не было видно глазури зеленого цвета, посыпаю вместо склеивания сахаром или крошкой. Если посмотреть в интернете, как выглядит мох, то все три варианта подходят. Выбирать только вам. Мне, как я уже сказала, в данном исполнении больше нравится сахар. Тем более, что сахар можно окрасить любой цвет и покрыть им пряниками. Выглядит очень эффектно, особенно для пряников на Пасху. Но если делать мох, например, на прянике, который расписан под камень или дерево, то можно воспользоваться любым из этих способов. Я еще вернусь к теме мха и сделаю обязательно какие-то интересные пряники с ним. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, видео понравилось и было полезным. Не забывайте отмечать меня в инстаграме и других социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok